Авторскую программу «Обо всём понемногу» на 23-м канале смотрите каждый вторник, четверг и в воскресенье в 18.00. Здравствуйте! Вы смотрите передачи Тагановской телевизионной сети 23-й канал. Как обычно в это время в эфире программа «Обо всём понемногу». С вами я, её автор и ведущий Евгений Токарян. 12 июля православная церковь чтит память святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Сегодня о их христианском подвиге рассказывает православная страничка программы. Апостолы Пётр и Павел горячо и смело проповедовали Новый Завет. Среди языческих народов Ближнего Востока, Малой Азии, Греции, Италии. Мученическая смерть их настигла в Риме, во время правления императора Нерона, спустя 34 года после распятия Иисуса Христа. За веру во Христа апостолу Павлу отрубили голову, а апостола Петра распяли на кресте вниз головой. На месте казни обоих святых в столице Италии воздвигнуты католические храмы. В храме святого Петра в красивой усыпальнице хранятся мощи апостола, которым притекают христиане всего мира. Пётр, последовавший за Христом еще при его жизни, был сыном рыбака. Другой же Павел. Он принадлежал к ученому сословию общества, фарисеям, и был известен вначале как ярый гонитель христиан. Каким образом произошло его чудесное перевоплощение, рассказывает одна из книг Евангелия. На русских православных иконах Павел изображается с новым заветом в руках. Его он так много проповедовал, написал 14 посланий разным народам. А Пётр считается хранителем ворот от рая. В его руках ключи. В России глубоко почитали этих святых. Так возник город Петропавловск. В честь святого Петра был назван Петербург. В их честь построено множество храмов. Один из них в Москве возле Яузских ворот, где сегодня особенно горячо молится первоверховным апостолам Петру и Павлу. Срочный ремонт цифровой техники в мастерской «Микросхема» – это бесплатная диагностика, быстрая настройка, качественный ремонт, доступные цены. Мастерская во дворе дома Петронская, 15. Вопросы по телефону 8-909-41-37-41 и 8-961-41-33-41. Укусы насекомых не только неприятны, но и опасны, предупреждает ваш домашний доктор, заместитель главного врача Первой городской детской поликлиники Светлана Ерофеева. Здравствуйте! В теплое время года ребенка, да и нас, взрослых, могут кусать различные насекомые. Не будем думать о скорпионах и прочих заморских тварях, а разберемся с везде обитающими осами, пчелами, шершнями. Конечно, лучше знать, какое именно насекомое укусило ребенка. Это будет ключ к его лечению. Если ребенка укусила пчела, жало остается в месте укуса. И его нужно обязательно удалить, как можно быстрее, чтобы яд не проникал глубже. Делайте это осторожно, чтобы не раздавить жало. Если под рукой не найдется пинцета, делайте это с помощью ногтей. А вот шершня ни в коем случае нельзя убивать. Его нужно прогнать, подуть на него или сбить легким щелчком. Потому что при разрушении его мешочка с ядом выделяется химическое вещество, которое стимулирует к атаке других шершней. И на вас может накинуться целый рой. После укуса насекомого нужно промыть место укуса с мылом. Снять боли и отечность можно несколькими способами. Например, протереть место укуса нашатырным спиртом, приложить лед или что-нибудь холодное. Можно нанести на место укуса пасту из пищевой соды с водой. Или можно использовать кашицу из сырого картофеля, завернутую в пинт. Если припухлость будет увеличиваться, нужно использовать препараты, которые подавляют аллергическую реакцию. Они обязательно должны быть в вашей летней аптечке. Это могут быть мази, фенистил, гель, псилобальзам, бороплюс или таблетки. Тавигил, супрастин, фенистил. Особое внимание обратите на отечность после укуса в области лица. Если она начинает распространяться на щеки и губы, обязательно обратитесь к врачу. Отдельно поговорим про клещей. Клещ, даже если он не является носителем вирусного энцефалита, субъект достаточно неприятный, ведь его нужно отцепить, а сделать это непросто. Существует несколько способов удаления клещей. Сначала на него нужно капнуть растительным маслом. Если после этой смазки он не вылезет, его нужно прихватить пинцетом и осторожно, покачивая из стороны в сторону, как бы выкручивая из места укуса. Многие считают самым безопасным и надежным способом удаления клеща с помощью нитки. Итак, между телом паразита и местом, где он присосался, набрасывают нить. Делают один-два оборота вокруг тела клеща. Потом как бы затягивают получившуюся петлю, соединяют концы нитки и двумя пальцами начинают ее скручивать. Делают это осторожно, не торопясь, пока клещ не выскользнет из ранки. После извлечения клеща, место укуса нужно смазать спиртом, зеленкой или йодом и тщательно вымыть руки. Но даже после этого ваши приключения не заканчиваются. Клеща нужно отвести на анализ в СЭС. Для этого поместите его в стеклянную банку с крышкой. Положите туда кусочек ватки и немножко воды. Банку желательно хранить в холодильнике. Но если у вас нет таких подручных средств, просто поместите его в коробочку или заверните в марлю. Но желательно клеща доставить живым. Для профилактики укусов клещей необходимо соблюдать меры предосторожности. Помните, что клещ присасывается через час-полтора после попадания на тело. Поэтому после прогулки осмотрите малыша. Будьте внимательны, и тогда вам не придется воспользоваться моими советами. До свидания. Администрация муниципального бюджетного учреждения здравоохранения консультационно-диагностический центр напоминает, что бесплатный прием пациентов специалистами центра и все виды обследования, проводимые бесплатно, осуществляются при наличии полюса обязательного медицинского страхования и направления от вашего лечебного учреждения. Запись и вопросы по телефону 60-33-33 и 60-09-72 или при личном обращении в регистратуру. Вот и пришло время нашего вкусного совета. Сегодня одним из своих рецептов с вами делится Марина Цветкова. Здравствуйте! Сегодня мы приготовим с вами салат с поэтичным названием «Золотой подсолнух». Для этого нам понадобятся вареные яйца, крабовое мясо или крабовые палочки, помидоры, сыр, майонез и сметана. Для украшения будем использовать маслины без косточек и чипсы. Первым слоем у нас идет яичный белок. Я его предварительно, отделив от желтка, измельчила на терке, но его можно и порезать. Сверху мы выкладываем крабовые палочки, которые можно порезать соломкой, кубиками или дольками. И все это мы поливаем майонезом. Следующим слоем у нас идут помидоры. Их можно порезать дольками или ломтиками. Помидоры можно посолить и поперчить. В этом бруде рекомендуется чередовать майонез со сметаной. От этого бруда только выигрывает. Его вкус становится намного нежнее. На помидоры со сметаной мы выкладываем тертый сыр. Здесь можно использовать любой сыр. Если вы будете пользоваться плавленым сырком, то заранее рекомендуется его положить в морозильную камеру. Тогда его легче будет натереть. И все это пропитываем майонезом. И сверху все посыпаем желтком. В принципе, наш салат уже готов. И осталось самое интересное. Это украсить его. Для этого мы наносим сеточку из майонеза или из сметаны. В каждую клеточку мы кладем по маслинке. Я предварительно разрезала каждую маслинку пополам. Это и более экономно, и в то же время она устойчиво стоит на поверхности салата. Бока мы украшаем чипсами. Как вы видите, этот салат очень прост в приготовлении. И тем не менее, он необыкновенно вкусный и удивительно красивый. Готовьте, пробуйте, наслаждайтесь, получайте радость и дарите эту радость своим друзьям и близким. Продолжается городской конкурс на знак доверия потребителей среди предприятий общественного питания. А программа «Обо всем понемногу» продолжает знакомить вас с его участниками. В начале века в 2000 году на самой окраине района Простоквашино открылось небольшое уютное кафе «Сисакан». Оно сразу же полюбилось сначала местным жителям, а потом и многим таганрожцам за уют, вкусную кухню и приветливое отношение персонала. И когда в 2001 году руководителям кафе было предложено принять участие в городском конкурсе на знак доверия потребителей, они согласились, решив получить опыт и получиться у более опытных рестораторов. Однако самый молодой участник конкурса получил наибольшее число голосов таганрожцев и стал первым обладателем знака доверия потребителей среди предприятий общественного питания. Победителем городского конкурса на знак доверия потребителей стал коллектив закусточной «Сисакан» «Сисакан» Честно говоря, этот праздник, я думаю, это и кто в нашей работе. Если даже не было бы этого праздника, я думаю, что он умеет работать как полудина. Спасибо вам большое. Ровно через 10 лет, в 2011 году, коллектив кафе «Сысакан» во второй раз был достоин городского знака доверия потребителей. Спустя 15 лет здесь многое изменилось. Небольшой зал, с которого начиналось кафе, был соединен с летней площадкой. И сегодня в обновленном зале с прекрасным интерьером могут легко разместиться до 100 человек. Повара кафе «Сысакан» предложат вам большое разнообразие первых и вторых блюд, холодных и горячих закусок. Среди них салаты «Цезарь», греческий, мясная горка и, конечно же, фирменный салат «Сысакан». Особым спросом завсегдатая пользуются сборная солянка, суп харчо, лапша домашняя с потрошками, уха из красной рыбы. Посетители с удовольствием заказывают хашламу из баранины и говядины, хинкали, хачапури, блины в мешочках и армянские роллы. И, конечно же, блюда, приготовленные на мангале – шашлык из свинины, говядины и баранины, люля-кебаб, печень говяжья, запеченный перепел и кармишон, креветки в беконе. Днем вы можете здесь за вкусным и сытым обедом обсудить вопросы с деловыми партнерами или пообедать всей семьей. Заказать чашечку кофе или горячего шоколада. А вечером провести корпоративные вечеринки или в кругу родных и друзей отметить семейные праздники, свадьбы, дни рождения и юбилеи. Кроме по-домашнему вкусной еды, гостей кафе «Сисакан» ждут отличное обслуживание, живая музыка и хорошее настроение. Именно поэтому приходят сюда таганрожцы и гости города. Ну, потому что здесь очень уютно и здесь очень хорошо готовы, очень даже вкусненькое все. И даже чай вкусный. После работы мы сюда приходим отдыхать, кушать, чай пить. Очень классно здесь. Нравится мне очень даже. Когда сюда захожу, я не знаю, ну, работая, работая. Когда захожу сюда, мне прямо, я как будто не работала. Очень прекрасно здесь мне, очень даже. Ну, во-первых, очень обстановка здесь нравится, красивые и уютные залы. Второе, то, что привлекает, это, конечно же, цены достаточно низкие для больших компаний. Можно очень хорошо здесь посидеть и погулять. Ну, плюс здесь очень хороший диджей и всегда хорошая музыка. Вот просто приходишь и наслаждаешься ей. Участник городского конкурса, двукратный обладатель знака доверия потребителей кафе «Сисакан» находится по адресу улица Чехова, 355, район Простоквашино. 15 июля – день памяти нашего великого земляка Антону Павловича Чехова. И сегодня мы начинаем экскурсию по домику-музею, в котором появился на свет великий писатель, прославивший свой Таганрог. Уважаемые телезрители, мы находимся с вами около самого маленького Таганрогского музея, но самого известного. И об этом музее знают не только в нашем городе, но и по всей нашей стране, и за рубежом. В этом доме на свет появился человек, ребенок, имя которого подарила известность нашему Таганрогу во всем мире. Музей в этом доме был открыт в 1926 году, но история создания музея уходит гораздо дальше. В 1910 году Чеховский кружок обращается к городской управе с просьбой о приобретении маленького флигеля из домовладения по Чеховской улице для того, чтобы открыть небольшой музей памяти писателя. Но на тот момент у городской казны денег на эти цели не было. И поэтому в 1914 году на фронтоне дома появляется в начале мемориальная доска. Память о рождении писателя здесь. В 1915 году дом был выкуплен членом городской управы Андреевым Туркиным, который впоследствии станет первым директором этого дома. И до 1920 года в доме продолжали проживать квартиранты. Первые годы существования музея на территории усадьбы было несколько строений. В 1935 году Советский Союз, так тогда называлось наше государство, праздновал 75-летие со дня рождения Чехова. И тогда решением правительства Таганрог сделали центром этого празднования. Таганрогцы загодя готовились к этому событию. И к этому событию была подготовлена также Чеховская усадьба. Некоторые строения были снесены. И в 1935 году здесь, на территории усадьбы, был открыт бюст Чехова работы местного скульптора Веры Григорьевны Морозовой. Этот бюст – своеобразная изюминка нашего города, в том числе и этой усадьбы. Дело в том, что на сегодняшний день это старейшее и первое скульптурное изображение Чехова в нашей стране. На открытии бюста, на праздновании 75-летия присутствовали сестра Антона Павловича Мария Павловна Чехова и его жена, актриса Московского художественного театра Ольга Леонардовна Книпер. Следующим большим событием в жизни музея и нашего города, конечно, тоже было столетие со дня рождения Антона Павловича. В январе 1960 года в Чеховском сквере был установлен памятник Антону Павловичу работы скульптора Рукавишникова. На открытии памятника присутствовало огромное количество людей. В город в тот год приехало очень много гостей. А здесь, на территории усадьбы, конечно же, были все эти гости. И усадьбу и музей стали готовить к реконструкции. И в первые годы 6-го десятилетия 20-го века постепенно убрали оставшиеся строения. И вот тогда усадьба приняла такой вид, к которому мы привыкли с вами сегодня. В 1926 году, в год открытия первой экспозиции музея, домик Чехова был единственным чеховским музеем в городе. Чеховская комната при библиотеке на тот момент была законсервирована. И поэтому первая экспозиция этого музея носила выставочный характер. О том, как изменялись экспозиции нашего маленького музея, мы поговорим с вами в следующем выпуске. Срочный ремонт цифровой техники в мастерской «Микросхема» – это бесплатная диагностика, быстрая настройка, качественный ремонт, доступные цены. Мастерская во дворе, дом Петронская, 15. Вопросы по телефону 8 909 41 37 41 и 8 961 41 33 41. Завершит нашу сегодняшнюю встречу зарисовка, посвященная Антону Павловичу Чехову. Я же прощаюсь с вами и желаю всем удачи, отличного настроения и как можно больше положительных эмоций. Будьте здоровы! До свидания! Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»